Всем привет, друзья! Сейчас идем на обследование, посмотрим, сколько у меня процент жира, мышц, какой рост, вес у меня будет довольно интересно, какой метаболизм и так далее. Комплексное обследование моего тела. Узнаем все про меня абсолютно. Полетели! Я на вас смотрю, вы, наверное, очень хотите быть, всегда быть таким красивым, да? Да, это очень важно. То есть от наших девяти параметров, то есть от нашего состава тела зависит наше хорошее самочувствие. Артур, вот ты сейчас сам как думаешь вообще, сколько чего у тебя будет? Думаю, где-то процентов 8 жира, наверное. И в основном вода, наверное. Ну да, ты такой чуть-чуть подзаплывшим. Водянистый. А, ручки так вдоль туловища. Так, какая-то ошибка произошла. Давайте еще раз наберем. Видимо, ты не проводишь биотоки. Мы всегда знали, что такие вот. Да, я машина просто. Я провожу масло. Ты масло проводишь? Масло. Синтоловое? Да. Все, можно обываться. Ну что, Артур, это было больно? Нет. Это было нечувствительно вообще. А ты боялся. Ну вообще, вот прикинь, вот мы думали, сейчас придем, тебя подключат к огромному аппарату, а это вот такие вот маленькие весы, даже меньше, чем обычные. Так они, кстати, весы так же, как и большой или не совсем? Тут общие данные, получается, всего тела? В общем-то, такие же, как и там. Давайте посмотрим ваши параметры. Ну вот вес получился 69 килограмм, 69-200. Ну такой вес устраивает или хотелось бы что-то поменять? Ну, на самом деле, должен быть больше, по идее. Ну, на многих весах я 71-72 вижу. Посмотрим, какой вес идеальный для вас. Здесь зависит от роста. 180 от телосложения. Если вот при среднем телосложении, то вес, да, желательно, не должен быть больше, чем 75 килограмм. Да, ну вот такой вот ваш вес. Ну это нормально, да, считается? Да, 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 да. Для работы ваших внутренних органов вес не должен быть больше, чем 75 килограмм. То есть, ребята, видите, если вы хотите весить 90 при таком вот росте, то вы умрете. Теперь посмотрим, да, из чего состоит вот этот вес. И, конечно, первое, это процентное содержание жировых тканей. Да, это внешний жир, и у вас 12% жира. Норма у вас 16,5. Ваша норма 12, то есть у вас сейчас 12%, а если мы посмотрим, да, то 12,8 – это худой человечек. Может быть, вас это и устраивает на данный момент. Дальше посмотрим процентное содержание воды в организме. У вас процент воды 61,5. Это в наших клетчиках, да, водичках. Вот норма для мужчин, вот здесь написано 60-70. То есть, где-то 60-65, это такая... Ну, то есть, у меня норма получается, да? Норма, да, ну, можно и немножечко побольше, да, для работы внутренних органов можно водички прибавить. Если будут жировые ткани расти, то, конечно, воды в клетчке будет меньше. У вас физический тип пятерочка. Вот их 9 человечков. Вы имеете оптимальный процент жира и среднюю мышечную массу. То есть, вот соотношение жировой ткани и мышечной, у вас она 57,9 килограмм. Она у каждого своя. Это зависит от пола и от возраста, от роста. Вот соотношение жировой ткани и мышечной ткани. Вот получился вот такой физический тип пятерочка. Здесь вот серенькая – это ваша мышечная масса, а черная – это жировые ткани. Если будете правильно набирать мышечную ткань, то вы перейдёте вот сюда на шестёрочку. Вполне возможно. Дальше – обменные процессы. Это сколько килокалорий вы сжигаете в состоянии покоя. Такого-то считается большой метаболизм, высокий или нет? Я бы так сказала, не очень большой, такой средний. Таковой нормы нет, понимаете, очень сложно сказать. Но это та цифра, что вы сжигаете все калории в состоянии покоя. Дальше – на сколько лет чувствуют ваши внутренние органы? Они чувствуют себя на 12 лет. Просто до свидания, мне не 25. Ну вот, это ж хорошо, радуйся. Внутренние органы должны чувствовать себя на ваш возраст или минус 10-13 лет. Это зависит тоже от жировых тканей, когда они давят на внутренние органы. 12 – это, по-моему, минималка, да, получается? Минимальная. К сожалению, анализатор меньше не показывает. А, да? Да. Там может и 5 быть, ребят. Дальше – костная масса. Здесь 3,0 кг. Здесь зависит от вашего веса на данный момент 69 кг. И вы попадаете вот в этот интервал, и ваша норма должна быть 3,29 кг. То есть легкие кости, да, получается? Немножко, да, не хватает. Но здесь достаточно большой интервал, смотрите, от 60 до 95. Дальше – здесь все нормы тоже есть, вы потом дома можете еще раз, да, посмотреть. Ну и дальше мы пришли к внутреннему жиру. Жир, который, да, находится внутри живота, вокруг жизненно важных органов. Его называют еще висцеральный жир. И у вас полтора процента. То есть вы в зеленой зоне. Идеальный уровень. Да, идеальный уровень. У меня как раз для, да, девочек, мальчиков до 25 лет, где-то это идеальный уровень. Хороший уровень – это 1-4. Короче, я во всем идеален. Поэтому у тебя и хорошо виден пресс вообще всегда. Ну, странно, что 12% жира, типа, при таком прессе где-то там 8% должно быть. Я считаю, что это вода. Ну, типа, он же виден хорошо очень. Ну, за счет внутреннего, скорее всего. Не знаю. За счет отсутствия внутреннего, точнее. Пельмени решают. Друзья, довольно интересно было. Я многого не ожидал, например, процент жира 12%. Поэтому вот, если вы хотите проверить свои данные, живете вот в Нарве, в Эстонии, то вам обращаться вот сюда. Где вы находитесь, скажите, пожалуйста. Да, мы находимся на Кангеласте 12А. У нас клуб здорового образа жизни. Я его консультант. И всегда рада буду вам рассказать о вашем составе тела. То есть тестирование будет для вас бесплатно. Важно, чтобы вы заранее мне позвонили. Мы договоримся с вами о встрече. И мой телефончик... Оставим в описании. В описании будет. Друзья, ну вот и закончилось тестирование. Это значит, знаете что? Это значит, что я не употребляю никакие стероиды. У меня нет гипертрофированных мышц. И они у меня все находятся в норме. И все пропорции мышечные, в принципе, нормальные. Даже можно что-то улучшить, прибавить мышечной массы и так далее. Поэтому, кто считает, что я там колю что-то там, стероиды какие-то, то это неправда. А так вообще я думал, что жира должно было быть поменьше. Например, там 8-9%. Ну вот, в принципе, друзья, довольно интересно. Поэтому, если кто живет в Нарве, то обращайтесь. Тут все бесплатно. Никаких денег не берут. И еще бесплатная реклама им. Так что спасибо скажите. Друзья, спасибо большое за внимание. Вот я смонтировал уже видео. Поэтому, если вы хотите провериться, сколько чего узнать у вас там жиромышц и так далее, то обязательно обращайтесь к ним. Это все бесплатно. И реклама им бесплатная. Все по бартеру. Поэтому спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok